Так будут выглядеть люди к 2100-му по расчетам ученых. Толстый череп, маленький мозг, вечно согнутый локоть, двойной набор век. Эволюция, от нее не убежать. Кажется, что этот процесс совершенно случайен, но его можно использовать для своих целей. Так как это сделали муравьеды. В чем преимущество зубов? Но знаете, в том, чтобы жевать, перемалывать пищу, кусать, это делает большинство млекопитающих. Для них отказ от зубов равносили на отказу от еды, а результат довольно предсказуем. Но муравьеды каким-то образом лишились зубов и выжили. Сложно поверить, что кто-то добровольно может отказаться от зубов. Когда вы смотрите на стоимость услуг дантиста и думаете, что, пожалуй, можно повременить с лечением, это одно. У муравьедов не было такой проблемы. Скорее всего. На самом деле, ученые до сих пор не могут сказать со стопроцентной уверенностью, как так получилось, что муравьеды остались без зубов. Это очень древние животные, предки которых ходили по земле еще 66 миллионов лет назад. Ну как ходили. Считается, что долгое время муравьеды обитали исключительно на деревьях, пока однажды не... Пока однажды не спустились на землю. Возможно, именно тогда им на глаза попались древние муравейники или термитники, которых вокруг было действительно много. И муравьеды решили попробовать этих маленьких смешных насекомых. Стоит сказать, что у предков муравьедов еще были зубы. Они и сегодня сохранились у их ближайших родственников, ленивцев и броненосцев. Но сами муравьеды решили, что эти дурацкие штуки во рту не так уж и нужны. Вместо этого они отрастили нереально длинные языки. Серьезно, у гигантского муравьеда длина языка может достигать 45 сантиметров. Это больше, чем диагональ экрана у некоторых ноутбуков. С помощью такого языка муравьед легко может пробираться вглубь муравейника или термитника. Но насекомые обычно не в восторге от такого вторжения. Само собой, никто из них не хочет быть съеденным. Поэтому муравьедам пришлось прокачать свои языки. Они не просто длинные, имеют необычную форму и очень сильно растягиваются. Но еще и покрыты слизью. Из-за нее любой муравей приклеивается к языку, как муха к липкой ленте. Если по какой-то причине этого недостаточно и добыча вырывается, то на помощь приходят острые шипы, которыми также покрыт язык. По сути, это просто загнутые назад сосочки. Но для маленьких насекомых они работают, как иголки кактуса. Не сбежать! Окей, допустим, с языком все понятно. Но как жевать, когда у тебя нет зубов? Или что, муравьи с термитами настолько мягкие, что их можно глотать прямо так? Не проверяйте, если вы не муравьед. Поймав добычу языком, они давят ее об небо, а затем проталкивают дальше. Желудок гигантского муравьеда, похожий на желудок птицы, имеет твердые складки и использует сильные сокращения для измельчения насекомых. Кроме того, гигантский муравьед не может самостоятельно производить желудочную кислоту, поэтому использует муравьинную кислоту своей добычей для пищеварения. Ага, переваривает муравьев муравьями. Нет, ну это уже перебор. Как я уже сказал, у птиц похожий желудок, а чтобы помочь себе с перевариванием, они глотают камни. Интересно, как рассуждала первая птица, которая до этого додумалась? Жук какой-то слишком твердый, заглочу-ка я следом вот этот булыжник. Но эта схема работает. Небольшие камни в желудке трутся друг от друга и измельчают пищу. Со временем они становятся все более гладкими и круглыми от постоянной работы, перестают выполнять свою функцию, и тогда птицы просто избавляются от камней. Любым из двух способов, которые пришли вам на ум. Муравьеды тоже делают нечто подобное, только вместо камней у них небольшое количество проглоченного песка и почвы. Зачем тратить время на то, чтобы выбрать из кучи земли убегающих насекомых? Ешь все вместе! Согласен, звучит не очень аппетитно, но отсутствие зубов и необычный язык подарили муравьедам еще одну странную особенность. Они практически не чувствуют вкус. Те самые загнутые назад сосочки, которые похожи на иглы, содержат вкусовые рецепторы, и они нечувствительные, если можно так сказать. Скорее всего, рецепторы, как и все остальное в организме муравьеда, просто адаптировались под странную диету из насекомых, земли, песка и прочих вещей, которые никак не назовешь высокой кухней. Да, муравьеду никогда не стать шеф-поваром. С другой стороны, он бы все равно не поместился под колпак. И тут я подумал, а зачем нам вообще нужны вкусовые рецепторы? Не было бы проще жить, если бы мы не различали вкус и могли бы есть все, что угодно. Возможно, нам и правда жилось бы легче. Только не очень долго. Основное назначение вкусовых рецепторов не в том, чтобы вы спорили с друзьями, могут ли нормальные люди пить томатный сок и есть пиццу с ананасами. Способность чувствовать вкус тесно связана с безопасностью, поскольку позволяет животным различать нормальную и вредную пищу, а также определять ее питательность. Все довольно просто. Если еда кажется вам невкусной, горькой и вообще вызывает отвращение, ее лучше выплюнуть, чтобы не отравиться насмерть. И наоборот. Особенно интересно получается со сладкими продуктами. Чувствуя их, организм понимает, что ест что-то богатое калориями. Значит, можно продолжать. Вот вы когда-нибудь задумывались, почему сладкое больше всего любят именно дети? Да, многим из нас бывает сложно отказаться от конфеты или последнего, точно последнего, кусочка шоколадного торта. Но дети просто чемпионы по поеданию сладостей. И это начинается с рождения. Исследование, приведенное Вашингтонским университетом, подтверждает, что новорожденные младенцы предпочитают сладкий запах любым другим. Похоже, все дело в эволюционном пережитке. В древние времена, задолго до существования цивилизации, у детей, отдающих предпочтение калорийной пище, было больше шансов выжить. А чем слаще продукт, тем больше в нем калорий. Муравьев, конечно, не назовешь сладкими. Если вы в детстве были достаточно любознательны, то наверняка пробовали муравьинную кислоту. И она, черт возьми, кислая. Так сколько же муравьев нужно одному муравьеду, чтобы наесться? Согласно подсчетам ученых, в день животное съедает до 35 тысяч насекомых. Тридцать. Пять. Тысяч. Кажется, что это несколько муравейников или что-то в этом роде. Огромный грузовик муравьев. Но муравьеды не такие уж обжоры. В среднем обычный муравей весит до пяти миллиграмм. Допустим, что муравьеды используют в качестве пищи насекомых покрупнее, весом 10 миллиграмм. Тогда получается, что за день они съедают всего лишь около 350 граммов. Две больших картошки из Макдональдса, плюс соус. Ну и немного земли. Стоило ли ради этого миллионы лет назад спускаться с деревьев и лишаться зубов? На самом деле да. Насекомые содержат более чем в два раза больше белка на 100 грамм, чем мясо и рыба. Особенно если это муравьи. В 100 граммах может содержаться до 77 граммов белка. Да это же самая питательная еда на планете. К тому же за нее не придется бороться с конкурентами. Когда ты двухметровый муравьед, кто сможет отобрать твою добычу? Птички, которые тоже едят насекомых. Мыши. А еще муравьи с термитами, в отличие от существ покрупнее, не могут оказать сопротивление, когда их пытаются съесть. Они, конечно, пытаются. Термиты в основном рассчитывают на свои гигантские термитники с прочными стенами. Пока муравьед будет пробираться сквозь эти оборонительные сооружения, колония может успеть сбежать куда-нибудь поглубже и подальше. Муравьи не могут похвастаться такими архитектурными талантами, поэтому ищут другие способы спасения. Вряд ли хоть одно насекомое на этой планете умеет столько же, сколько умеют муравьи. Например, катапультироваться, когда дело начинает пахнуть жареным. Эта способность есть у адантомахусов, муравьев с мощными челюстями, с помощью которых животные отскакивают от хищника. Правда, обычно это срабатывает на открытых пространствах и против муравьиных львов. Возможно, к лучшему. Большинство муравьев предпочитают более олдскульные методы защиты и просто кусаются. У муравьедов слишком густой мех и плотная кожа, чтобы укусы могли навредить. Но если вы будете есть мороженое, а оно в ответ ущипнет вас за язык, вы, скорее всего, огорчитесь. Вот и муравьедам не нравится, когда их добыча начинает сопротивляться, и поэтому они действуют быстро. Нет, даже не так. ОООООЧЕНЬ быстро. И заканчивают обедать быстрее, чем к месту нападения сбегаются солдаты. Трапеза длится примерно минуту, и за это время муравьед успевает забраться языком в муравейник около 160 раз. Более двух раз в секунду. Попробуйте высунуть и спрятать язык с такой скоростью. И учитывайте, что человеческий язык в среднем раз в шесть короче, чем язык муравьеда. Чтобы набрать свои 350 граммов еды, в день муравьед посещает около 200 муравейников, но не разрушает ни один из них. Возможно, потому что просто не успевает сделать это за минуту. А может, дело в том, что муравьеды гораздо умнее, чем кажутся. Если уничтожить муравейник, то в будущем его нельзя будет использовать для питания. Но если всего лишь быстренько перекусить, колония восстановится, и можно будет снова заглянуть сюда через несколько дней. А ведь далеко не все способны строить такие логические цепочки. Многие хищники легко истребят всех травоядных, на которых охотятся, и даже не задумаются о том, чем будут питаться в будущем. Они едят еду, пока она есть. Но это не значит, что все животные, за исключением людей и муравьедов, не могут планировать свои действия наперед. Калифорнийская кустарниковая сойка умеет прогнозировать будущее и прятать пищу. Если в определенном месте, в определенное время птица испытывала недостаток в еде, то она старается поместить там что-нибудь съедобное. Ну, просто на случай, если проголодается в следующий раз. Также сойки складывают пищу в тайники, чтобы разнообразить свой рацион. Впрочем, еще птицы собирают и хранят разные яркие предметы, хотя в них нет никакого смысла. Но об этом поговорим в другой раз. До скорого! Продолжение следует...